Когда у детей спрашиваешь, сколько тебе лет? Он ему 9, он говорит, мне почти 10 уже. А ты в какой класс ходишь? В седьмой, ну уже вот скоро восьмой и хайскул. И говоришь, а когда старше становишься, наоборот, тебе уже за 30, а тебе сколько лет? Ну, чуть больше 30, или чуть больше 40, или уже кто-то к 60. Дети не спешите взрослеть. Я думаю, те, кто повзрослее, мы можем сейчас легко вернуться в своем разуме, в наше детство, и вспомнить, как оно прошло, и как это было, как это быстро время прошло. Мы, в общем, пением сейчас пели с вами песню «Я хочу тебя, Господь, прославить, и мой Господь, хоть я так мал». И так хорошо поется. Ты сидишь, понимаешь, что ты не сильно мал вроде бы, а с другой стороны, ты понимаешь, что в глазах Бога ты песчинка. Ты мал, ты никто. У Бога таких почти 8 миллиардов людей, не все дети Его, но Он всех слышит. Он всех понимает. Когда начинаешь задумываться о величии, о могуществе Бога, «Господи, Ты совершенный Бог». У кого-то на этой неделе родился ребенок, кто-то славит Бога, восклицает, «Господи, сын родился, Днис родился», у кого-то Папа ушел в вечность. Кто-то плачет, кто-то через что-то проходит, и Бог смотрит и на все успевает ответить. И нигде не опаздывает. Друзья, я тоже хотел поблагодарить сердечно вас, те, кто молились за нашу семью на этой неделе. Знаете, действительно, наверное, с временем, с возрастом приходит такое чувство, когда ты в церковь не идешь просто потому, что Папа с Мамой утром будет. Ты идешь потому, что тебе не хватает общения, тебе хочется быть в Доме Божьем, не потому, что твои дети участвуют или ты участвуешь. Ты идешь потому, что тебе хочется побыть со святыми, тебе хочется иметь общение, тебе хочется молиться. И для этого Бог нас призывал. И знаете, как на горе Переображения, когда Петр проснулся, смотрит, «Иисус, Моисей, Илья, Господи, давай строить кущи, мы здесь останемся». Бывает такое чувство и сейчас, когда ты нигде не видишь людей в группе, чтобы они были без закрытия лица, и мы можем здесь собираться и видеть друг друга. прославлять друг друга, и действительно этим сильно ценишь. Спасибо вам большое за молитвы. Место для нашего размышления, которое сегодня я хотел бы прочитать, оно записано в Евангелии от Луки, 17 глава, и те, которые еще с воскресной школы, и многие из нас, мы знаем это место, Петр, брат, стих несколько воскресений назад рассказывал, с 11 стиха по 19, Луки 17, с 11 по 19. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею, и когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые оставались вдали, и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам!» И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал на ниц к ногам его, благодаря его, и это был Самарянин. «Тогда Иисус сказал, не десять ли очистилось? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» Замечаешь за собой, что когда узнаешь сейчас вещи, что-то в новостях, или вот недавно услышал, что проговорили, что у нас Сенат в Америке 80% состоит из христиан. Сенаторы со Штатов 80% христиан. И ты думаешь, «Господи, а как это так, если у нас 80% в нашей стране христиане, и мы больше 40 миллионов делаем абортов?» Это тебя немного возмущает, у тебя появляется негодование. Когда, может быть, заканчиваются выборы в этой стране, не совсем так ты хотел? У многих людей были другие предположения. Многие молились, думали, что Господь поставит другого президента. Но мы как христиане, мы знаем, мы не ставим никогда конец и точку, мы говорим, «Боже, какая твоя воля будет?» Негодование. Ты думаешь, не тот. Негодование, когда ты понимаешь, насколько коррупированы новостные ленты, новостные издания, каналы по телевидению, по интернету, радио, говорят то, что хотят говорить, то, что не нужно им, они блокируют. У тебя появляется какое-то негодование, даже, может быть, даже зло немножко. Ты говоришь, «Почему одному можно говорить, другому нельзя?» Ты не совсем радостный, когда ты руку засовываешь в карман, и у тебя там маска лежит, и ничего другого. Ты не знаешь уже, куда их слаживать. Вчера разговаривали с братом, коротко он говорит, что на работе сказали, надо по две носить. На работе сказали, что если ты будешь говорить, что все жизни all life matters, тебя могут за это работы лишить. Когда нас посадили на карантин, не было служения. В многих штатах вообще их не было. В Калифорнии не закрылась ни одна клиника абортов, не закрылся ни один вейп-шап, где продают для курения. Это производит какой-то гнив и негодование. И посреди вот этого всего, особенно последние две недели, когда у нас не было служения, многие переболели мы, многие попыхтели, посидели дома, покашляли, перегрипповали, слава Богу, мы вместе. Ты слышишь голос Божий, который говорит тебе, будь все равно доволен. Будь благодарный. Хоть и когда вот это все происходит вокруг тебя, у тебя часто, тебе тяжело готовиться к служению, у тебя устали открываются. И вот в этом всем ты слышишь голос, будь благодарный, не потеряй чувство, помни, кто ты есть, научись благодарить Бога. Кто-то поставил пост на интернет, и жена моя показывала, говорит, что если, говорит, как все плохо в 2020 году, как все плохо, уже мир не будет таков. И сказали, что, а если в 2021 будет хуже? Мы будем смотреть на этот год, и мы будем, Господи, это же была, это шутка была, у нас все открыто еще было, все есть доступно, и продукты, и питание, и вода, и мы собираемся вместе быть благодарным. Научиться говорить спасибо Богу. Нас, когда родители воспитывали, нас давили вот это, чтобы научить ребенка говорить спасибо, быть благодарным. Если родители не научили ребенка говорить спасибо, это один из показателей, который говорит, что, ну, этого не хватает. На этой неделе, выходя из заправки, расстояние большое еще было, и ребята молодые идут, чернокожие, и мы знаем, как все сейчас двери открывают, они боятся двери трогать, кто-то локтем, кто-то кулаком держат, прикоснутся, боятся к чему-то. Я открыл дверь и стою, жду. Я жду, они идут, 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 подошли, прошли мимо и пошли вдвоем. Закрываю дверь, кричу им, guys, говорю, you're welcome, пожалуйста. Он, что, развернулись. Я говорю, пожалуйста, а, а, спасибо, спасибо. Не быть благодарными даже в таких мелочах. И то же самое часто происходит в церкви, когда мы перестаем быть благодарными, когда наш характер перестает славить Бога, восхищаться им за то, что Он для нас сделал. История, которая написана в Луке, в 17 главе, говорит о том, что Богу не безразлично чувство благодарности. Он хочет после того, когда Он нам помог, ответил на наши молитвы, чтобы мы благодарили Его, чтобы открывались наши уста. И мы вернемся в этот текст с вами. Контекст говорит о том, что Христос проходил между селениями, Галилеей и Самарией, и при дороге были прокаженные. Они не были еще в карантине, то есть у них не настолько была проказа сильная, но они были в стороне. Social distance. Да, нам сейчас хорошо знаком этот термин. Подальше. Они стояли в стороне, и написано, они кричали, «Иисус, Спаситель, помилуй нас!» Они кричали громким голосом. И когда Иисус услышал этот крик, Он сказал ответ, «Идите, покажитесь священникам». Друзья, почему шли больные показываться священникам? Вот может быть для наших детей непонятно. Потому что в Старом Завете было прописано, что когда человек болел проказой, ему не надо было идти к врачу, показывать, что он выздоровел. Когда он, если исцелялся, то он должен был идти к священнику, и священник должен был осмотреть его, что он чист, проказа сошла с него, написать бумагу или удостоверение какое-то дать ему. Тогда этот человек мог возвращаться назад. И написано, «Когда они шли, они исцелились». Когда они шли вперед, шаг за шагом, что-то менялось у них. Они смотрели, проказа сходит, шаг за шагом, ближе, когда мы шли, они получили исцеление от той болезни, которая покрывала их все тело. Что-то поменялось. И мы знаем из этой истории, что только один развернулся и шел назад к Иисусу. Написано, «И громким голосом прославил Бога, хвалил Бога и благодарил Христа». Реакция Иисуса заставляет нас задуматься. Он говорит, «Подожди, подожди, а вас же десять было. Где еще девять, которые с вами больные были, болели очень сильно? Где девять? Почему девять, которые принимают благодать Божию, которых я услышал, которые получили исцеление, почему они не пришли поблагодарить Бога за то, что Он сделал для них? Почему пришел только один? Когда ты видишь, что все поменялось в жизни, это не наши заслуги, это Божья заслуга. Почему пришли только девять? Знаете, часто в церковь у нас так же само происходит. Люди, которые приходим сюда и нету благодарности, и думаешь, ну, слышишь, ну, этот не так сказал, этот не так спел, что-то сыграли не то, кто-то вынародился опять, ну, что это такое, ну, музыка не та, плов не тот. И часто нету благодарности. Чистос говорит, почему вернулся только один возблагодарить? Я уверен, что благодарность это не такое чувство, которое вот одноразовое. Вот когда ребенок пришел, ты ему что-то сделал, родители стараются для детей, и он один раз тебе сказал, пап, спасибо, вот ты сделал мне классное, хорошее, день рождения, потратил время, деньги, мы собрали все. И у моего ребенка говоришь, там, сынок или дочка, ну, давайте, сделайте ваши задания. А они их не хотят делать. Ну, я же для тебя старался, ну, а я тебе уже спасибо говорил. Это же было две недели назад тому. Я же уже 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 сказал, thank you. Благодарность Богу идет в нога, в ногу с хвалением, с прославлением Бога. Нельзя разделить, это не одноразовое чувство. Благодарность Богу нельзя манипулировать, может быть, с микрофоном, когда говоришь, вот призываешь, какие-то чувства возбуждаешь, в каком-то, какая-то музыка, может быть, сильно на эмоции давит, и вот давайте, вот давайте вместе скажем слава Богу, давайте ты постоянно вот это подгреваешь, подгреваешь. Когда человек видит на свою жизнь, он смотрит, что в моей жизни что-то поменялось. Меня исцелил Господь. У меня не так, как было раньше, и это не заслуга моя. Ты у тебя должны открыться когда-то уста, и Бог должен услышать твое спасибо. Господь, я благодарю тебя. Благодарность не мог же быть манипулирована. И тогда создается вопрос, знаете, кто-нибудь вот на сегодняшнем вечернем собрании, можем мы сказать, знаешь, я не мог это сделать без Бога. Есть такие вещи, которые в нашей жизни мы не могли сделать. Очень много вещей, которые помог нас Бог, и многое случилось в нашей жизни только потому, что Бог вмешался. Если бы не Он, не получилось бы многое. Кто-то, я уверен, из вас сейчас может и знает случай из вашей жизни, скажет, Бог это сделал в моей жизни. Бог сделал это в моей жизни. Бог сделал вот это в моей жизни. Это не моя заслуга. Это заслуга Бога. Тогда поступает другой вопрос. Думаешь, а почему-то до 9 из 10 не пришли сказать Богу благодарность? Почему мы такие молчаливые? Есть несколько предположений. Давайте посмотрим первое. В Библии написано в этой истории, что когда они шли, по-английски написано as they went, не пришло исцеление сразу, как вот у Артемея слепого, или как Бог воскресил Лазар, или другие чудеса. Когда они шли, он сделал шаг чуть-чуть лучше. Сделал шаг еще лучше. Еще шаг, уже лучше, чем вчера. И пришло не сразу. И само по себе напрашивается, может быть, они подумали от наших шагов. Знаете, как вот бывает, ну как Бога благодарить? Ну, стараешься же сам. Шаги делаешь сам. Шаг за шагом, вперед потихоньку. И ты заслуга, думаешь, ну это что ты заслужил? Это мое правильное решение было. Я поступил в правильный колледж. Я вышел замуж или женился на правильном человеке. Вот это диплом заработал я. И мы часто путаем благодать Божию, которую Он часто в нашей жизни дает, незаслуженно, с шагами, которые мы делаем сами. Чуть-чуть вперед и лучше. Чуть-чуть вперед и лучше. Христос говорит, где остальные девять? Почему пришел только один? Второе хотелось бы заметить из этой истории, что один был иноплеменник. Один был самарянин. То есть девять были галилеяне. И знаете, кто еще был из Галилеи? Дети. Вот мы песню поем. Муж галилеянин, мимо не пройдет. Знаете же эту песню? Кто еще был из Галилеи? Иисус. Может быть, у них не было благодарности такой сильной, потому что они понимали, что Иисус из Галилеи и мы из Галилеи. Мы же вместе выросли. Мы вместе в школу ходили. Мы вместе на велосипедах катались. Мы из того же района. Может быть, мы заслужили исцеление это. И нам не надо возвращаться, благодарить Бога. Они были галилеяне. И если мы сравним это с церковью, знаете, многие выросли в христианских семьях. И может быть, часто не звучит у нас хвала и благодарение Богу. Но мы же знаем Бога с детства. Мы пропитаны эти. И приходят в жизнь благословения, которые мы промалчиваем. Нету хвалы для Бога. Нету православления, словословия, хвалы Богу. Мы боимся спасибо сказать Богу. Ну почему? Ну потому что мы вместе. Знаете, это звучит так. Ну, я же хожу. Я хожу в церковь раз в неделю на утреннее собрание. Я ложу деньги на тарелку. Я участвую в служении. Я это, я то. Это не должно лишать никак нас благодарности Богу. Различало, что самарян и галилеянин, то, что самаряне с ними не общались. И тот, который вернулся назад, он глубоко понимал, что Христос не должен был меня исцелить. Он мог вообще не остановиться. Он мог не говорить нам ничего. Я не заслужил этого. Он мог это не делать. Но он понимал, что он это сделал. Он понимал, что все поменялось в жизни. Может быть, не то, что поняли галилеяне. Он понимал, что Иисус не должен был этого сделать. Но он это сделал. Еще один пункт тот, что проказа – это такая болезнь, которая сама по себе не уходит, и нужно вмешательство чьего-то. Нужно было вмешательство Бога, чтобы получить исцеление. Я понимаю, что не все, может быть, могут сказать это Богу или молчать, но те, которые самаряне, в христианском воображении, они понимают, что если бы не вмешался Господь в мою жизнь, если бы Он не вырвал меня из цепей дьявола, из зависимости, из греха, если бы Господь не вмешался и не разрушил какую-то дружбу, хоть с Ним или с ней, если бы Господь не остановил меня на моих путях, если бы Господь не закрыл какие-то двери в моей судьбе, в моей профессии, в работе, в моем социальном положении, то эта болезнь, может быть, стала бы хуже. Самарянин глубоко понимал, что я не заслужил этого. Что если бы не вмешался Христос, это только бы становилось бы хуже. Может быть, это не совсем то, что поняли те другие девять, из-за этого не вернулись и не воздали хвалу Богу. Если бы Господь не убрал бы руки Своей в нашей жизни, чувствуем прикосновение Его, то болезнь, может быть, случилась хуже. Как часто вот это легко запутаться в этом и понимать, что, может быть, это я сделал, может быть, это мои какие-то решения. Все только Бог, все только Его милость, Его благодать, которую мы используем, пользуем каждый день. Знаете, чтобы немножко лучше объяснить. Вот пару лет тому назад мой сын Рома, Ром, сори, мне надо эту историю рассказать. Он учился ездить на велосипеде. И он катался на велике, на маленьком, с колесами, которыми маленькие по бокам, тренировочные. И его друг Назар, он первее научился кататься без этих маленьких колес. Он говорит, папа, научи меня кататься без маленьких, я хочу кататься, ему хотелось. На его маленьком синем велосипеде. Я говорю, сынок, все, мы научим, мы это дело сделаем. И когда мы сняли эти маленькие колеса, я как хороший отец, где я живу, у меня с одной стороны горка, с другой под горкой, я не пустил его, чтобы вниз с горы, на горку сзади, положил руку на это сидение, сзади, говорю, давай, поехали вперед. И вот это он педальки рулит вперед, виляет потихоньку, и я сзади за ним, шаг за шагом, шаг за шагом. Он все быстрее и быстрее, я за ним еще быстрее. И вот в этом всем он поворачивается назад и говорит, папа, я могу ехать. Я говорю, сынок, если бы не моя рука, которая держит тебя сейчас за заднее сидение, ты бы уже в лесу был бы, в Канаве. Понять нам, друзья, что не есть ли рука Божия в нашей жизни. Благословение Божие, спасение, которое подарил нам Христос, мы Его не заслужили. Благословение, приходящее в нашу жизнь, Бог не должен был это делать. Бог вмешался в нашу жизнь. И когда ты начинаешь понимать, что я не тот, кто я был, то когда-то должны открыться твои вста и звучать слава Богу. Не бояться этого. Когда посещает сестра наша, она молится громко, Аллилуйя, Отец, тебе аж вздрагиваешь. Мы как будто боимся этого слова Аллилуйя. Прославлять Бога. Если бы не рука Божия, где бы мы были с вами? Понимать об этом и приносить хвалу Богу. Написано, что когда вернулся он назад, самарянин, прокаженный. И написано, что он громким голосом, а 15 стих, один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Ну, не пришел потихоньку, Иисус, спасибо Господь. Он написано, он громким голосом прославлял Бога. И пал ниц к ногам Его, и благодаря Его. И это был самарянин. Знаете, часто мы говорим, ну, это не мой характер. Я так не прославляю Бога. Я потихоньку, я в тишине, я вот так не славлю Богу, я не благодарю так Бога. Я из-за этого и хожу в эту церковь сюда, а не, например, к Песятникам, вдоль дороги, в Ассамблее, потому что по-другому, потому что я тихоня. Друзья, но эта слава не принадлежит нам. Слава, которую мы воздаем, она принадлежит Богу. Когда мы понимаем, что Он сделал, тогда Он пришел, написано, Он громким голосом славил Бога и благодарил Христа. И приходит такой момент, когда, вот нечестность, может быть, сказать какая-то, то, что в этой истории, когда Христос проходил, и они стояли в стороне, написано, они громким голосом кричали, чтобы Он их помиловал. Когда есть нужда у нас какая-то, Господи, сохрани моего Сына, приведи Его, то мы можем повышать наш голос, мы можем Богу взывать громко. Вы молились когда-нибудь настоящей молитвой? Мы вчера имели общение с друзьями. Не такая, которая начинается формально, драгоценный Господь, когда ты упал на ноги и молишь, Господь, еще раз проведи, Иисус, прости, вытащи из этой ситуации, когда ты кричишь, и тебе все равно, кто тебя видит, слышит или не слышит, ты вопишь для Бога, прости, исцели ее, его, дай шанс. Когда нет никого рядом, вы молились с такой молитвой. Как касается Дух Святой, ты идешь, ты просто останавливаешься и молишься. Молишься громким голосом, когда есть нужда. А когда Господь отвечает на эту нужду и приходит благословение в жизнь, ответ, почему девять молчат? Почему один идет и благодарит Бога? Друзья, вы не задумывались об этом? Почему мы боимся славить Бога? Псалмопевец Давид пишет в 99-м псалме, он говорит, воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его, с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил все. Мы Его, Его народ и овцы паствы Его, входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его, вовек и истина Его в рот и в рот. Он вернулся назад, и Он понял, что Я получил исцеление, и Он прославлял Бога и благодарил Христа. Он прославлял Бога и благодарил Христа. Господь, часто отвечая на наши молитвы, вот этот их не крик, когда они стояли возле дороги, это молитва. Это наша молитва, это наше прошение, правильно? За наших внуков, за наших детей, за наше здоровье, за переживание, за спасение души. Это наша молитва. Один вернулся и благодарил. Некоторые, оправдывая это место священописания, имеют такое слаканование, что Господь сказал же им идти и показаться священником. Ну, из-за этого они и шли. Они шли, и они шли в синагогу показаться священникам. Друзья, и ничего нет в этом плохого, когда Господь что-то делает в нашей жизни, и мы видим благословение Божие, благодать Божия, которая изливается, когда мы ждем и в воскресенье открываем наши уста и молимся. Но мне все-таки ближе к сердцу самарянин, у того, которого Бог дал ответ, и он сразу идет и благодарит Бога. сразу идет и благодарит спасибо. Когда мы что-то делаем для наших детей, и они возвращаются к нам, и тебе приятно, когда они говорят, пап, спасибо. Просто спасибо. Христос говорит, а где девять? Когда что-то случается, благословения в нашей жизни такие, мы должны Бога благодарить. Right on spot. Прямо в это время, в этом месте. И для этого не надо много. Буквально какое-то время тому назад мы похоронили нашего брата Матфея. Ему 33 года было. И много думаешь всегда, когда такое время в жизнь приходит, и ты едешь, размышляешь, и дома об этом думаешь. И ты понимаешь, что жизнь коротка, скоротечна. Она у кого-то кто-то до 100 доживет, как если даст Бог, доживет сестра наша, а кто-то в 33 умер. И ты задумываешься, опять взвешиваешь все. Не то, что ты боишься смерти или что-то, но ты ценишь по-другому вещами. И когда я вернулся домой, дети уже спались. Я зашел в детскую комнату, и мои сыновья, они вместе в комнате спят. И они такие хорошие, когда они спят. Такие тихие, и никто не ссорится, и как бы все делят, все хорошо. И ты видишь это, и тебе приходит побуждение помолиться, и ты не ждешь воскресения. Ты просто там падаешь на колени, и говоришь, Боже, я Тебя так благодарю, я Тебя славлю, что Ты такой великий Бог, Ты так благословил. Я этого не заслужил. Это Божья благодать. Друзья, поможет нам Господь, у нас сегодня такое короткое служение, помнить, что Он для нас сделал. Первое, что если бы Христос не вмешался, было бы хуже. Господь не обязан был нам. То, что Он сделал, Он не обязан был это делать. Он заплатил самую дорогую цену за нас там на Голговском кресте. Помните это? И открывать наши уста, и благодарить Бога, говорить, Отец, славим Тебя. Нам не нужно обязательно какое-то именно пение хора, вот все по нашему сердцу, тогда я только скажу слава Богу. Я славлю Тебя, я благодарю Тебя, когда я смотрю на свою жизнь, когда я смотрю, что Ты сделал со мной, то, что Ты исцелил меня. Я хочу воздать Тебе хвалу. Друзья, у нас есть сейчас для этого время. Помолимся и поблагодарим нашего Бога. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok